всем привет вы на канале стрик с вами виктор и сегодня у нас обзор на обновление 011.6 наконец таки дождались давайте попробуем разобраться если что-то интересное в этом обновлении что нас ждет и возможно для кого-то это до гражданное обновление для кого-то что то есть интересное но так ли она давайте попробуем разобраться первое что у нас тут идет наверно не будем идти по вот этим мы с будем спускаться сразу по вот этим вкладкам и часть первого нас это линкоры британии которые выходят в в полный это нет не в полных это сказать полный они выходят в ранний доступ и мы принципе сможем поиграть на кораблях с первого по десятый уровень но не без нюансов как всегда о каких нюансах я говорю я думаю вы уже догадались но давайте попробуем узнать что нам предлагает разработчики как они позиционируют данные линкоры это бойцы среднего ближнего боя оснащенные орудия с невысокой дальностью любые а также торпедами их эффективная ремонтная команда способна восстанавливать большое количество урона линкоры обладает стандартным пробитием вов снарядов и средней точностью а также бронебойными снарядами с коротким британским изведением которые реже вызывают сквозные пробитии поэтому более эффективны против легко бронированной цели орудия отличается солидным калибром до 457 миллиметров на десятом уровне также корабле оснащены форсажа начиная с пятого уровня с 5 уровня загрительным огнем было с 6 и на девятом уровне ремонтную команду сменяет ремонтный дивизион итак давайте по очереди не тропе первое среднее средний ближний бой получается да у нас то есть рабочие предполагают нам что он первую половину боя или по возможности мы играем от дистанции никуда не лезем я знаю про некий нюанс корабли который я добавлю сюда так смотрите то есть у нас есть торпеды у нас есть ремонтный дивизион который помогает нам восстанавливать цитадельный урон но я так понимаю не восстанавливают торпедный урон и урон прямой с бронебойных снарядов то есть скорее всего можно только отхиливать затопление и фугасный урон это нужно понимать если вам долбанут постоянно кто-то будет работать бэшками этот урон вы не сможете отхилить в полной мере и так то есть первую часть боя мы держимся на средней дистанции после чего когда понимаем что есть возможность сблизиться и мы переиграем мы за счет форсажа наличие торпед начинаем сближение и вступаем в ближний бой далее линкоры обладает там стандартным пробить умов снарядов и средней точностью здесь нам намекает что это не ветка конкурера который у нас есть наличие где линкоры 9 10 уровня играется исключительно в основном на фугасах только в редких нужных случаях когда уж корабль откроен на борту мы только заряжаем бэшки основной урон там был фугасов то есть здесь точность посредственная стандартный урон и пробить его снаряд то есть здесь нет ничего такого у нас для этого есть конкурер и тундра который может фугасами в нос закидывать принципе основное она играется также от бронебойных снарядов у нас есть короткое взведение о чем о чем нам это говорит короткое взведение говорит о том что по сильно бронированным целям выбить цитадель будет проблематичным к сильно бронированным а что можно отнести давайте сразу отсеем немецкий линкоры и принципе цитадель практически невозможно ведь я наверное так думаю что монтаны ну то есть ветка американских крейсеров ой крейсеров линкоров японских далее французский наверно также как ник немцам немцам отнесем там читерное птз и получается итальянский и наверно сюда еще можно отнести но хотя кстати возможно даже альтернативную ветку немцев где у нас венец это шлифен то бишь если многослойная броня у нас снаряд будет вводиться раньше мы будем наносить не цитадельный урон а белый честно говоря я считаю это минус в каком какой каком-то смысле то есть линкору в борт цитадель выбить будет достаточно проблематично снаряда будет вводиться еще первую ошибку наверное исключение составит советские корабли где нету нашивки в виде там 16 30 и там еще сколько-то миллиметров который называется у нас птз вот то есть там снаряд будет вводиться птз и цитана не будет советов такого такого нет там сразу идет бронепоезд что касается также крейсеров за исключением тех у кого есть многослойная обшивка я думаю принципе среднем как-то разобрались а касательно легких крейсеров там у нас чтобы не было сквозного пробития это минотавр туда можно то есть мы можем минотавр отнести ветка паназиатских крейсеров легких то есть все у кого бронирование меньше там 100 миллиметров и ниже бронебойки будут заводиться раньше и соответственно будем выбивать стадель то есть по легкобронированным крейсерам дальние данный тип снарядов бронебойным будет работать лучше далее у нас соответственно есть форсаж это как ни крути плюс заград заград огонь без этого тоже никак как ни крути лучше когда есть заградка чем когда нет насколько я знаю там еще должен быть как но или или мне показалось но принципе давайте дальше дальше еще раз причем я так завид на огонь ремонтную команду ремонтную дивизион нет я не вижу возможно проград мне почему-то показалось здесь можно наблюдать все корабли которые мы можем заполучить далее ранний доступ это конечно прочитать с английским акцентом и английским звучанием довольно таки прибортично в общем линкор 3 уровне можем получить в платных ежедневных наборах силы в 12 то есть 12 дней по 150 дублонов это можете получить тройку я бы не советовал туда вкладывать дублоны ради тройки она никакого интереса ни у кого не будет представлять я думаю все интересные корабли будет начинаться как хотя бы минимум шестерки у нас есть принципе альтернатива уже в игре ранее введенная премиум корабль все все самое интересное то 8 9 10 ну 7 8 9 10 шестерка она тоже постольку постольку далее queen mary tiger ренаун рук хавк можно получить последователь в наборах за британские жетоны бесплатно можно получить 10 тысяч 10 тысяч и так далее то есть мы можем это насмирать 760 за участки турнир 50 соединенные наборы 200 за жетоны единства девятка десятка у нас будет доступна в последних наборов по тысячу дублонов сколько наборов тут 70 70 тысяч дублонов и вы сто процентов выбить и девятку кому-то может повезти прям первом наборе я довольно таки часто встречал таких людей и соответственно после того как вы за жетоны откроете все последние наборы за 20 тысяч вам будет доступен аликор десятого уровня идем дальше у нас тут будет события титана индустрии когда мы будем выбирать какой-то определенный из так скажем как же это назвать то каждую сторону вот так вот назовем и за участие в таком событии можете получать британские жетоны которые вы можете последствия менять на последователь набора одно обновлен у нас порт лондон честно говоря какой-то печальный я бы не скажу праздничный так с британцами вроде покончили далее крейсеры франции в древе развития теперь у нас крейсеры франции полностью выходит в официальный доступ прокачиваем вы можете изучить теперь восьмерку девятку десятку что нам предлагает главная особенность новичков крупнокалиберный по меркам класса орудия расположен носовой части корабля у них долгая перезарядка которая компенсируется наличием снаряжения ускоренной перезарядки главного калибра новички обладает высокой скоростью которая достигается за счет улучшенного французского снаряжения форсаж цедадель крейсерков крейсеров хорошо защищена от бронебойных снарядов средний калибр однако не уязвимы к осколочно-фугасным снарядом и соответственно полубронебой предпочисленная дистанция средняя дальняя странно до средняя дальняя дистанция нас хорошо защищена цитадель но при этом мы жрем фугасы по бэбэшки и дистанция боя средняя дальний но благодаря пмк с помощью точно некоторые мы корабли могут и ближним бою ну это смешно все орудия пмк здесь на кораблях расположены сзади на какое пмк на крейсерах можно рассчитывать я не представляю данных трейсеров оконечки 25 миллиметров их пробивает все что в принципе выше 380 это начинается у нас восьмые линкоры некоторые седьмые способны прыгать даже шестые имеется калибр 410 будем смотреть посмотрим каковы они обновление выйдет я сделаю обязательно обзор на крейсер 9 и 10 уровня ну возможно крещу шоу шербург там увидим далее у нас идет разделение внешнего вида экономических бонусов вот это вот довольно таки интересный момент то есть экономика у нас я не думаю что она поменяется но это какое-то новшество одна из важнейших составляющих world of warship с момента релиза игры а важнее составляющего с момент релиза игры прочь прошло уже почти 7 лет но экономика оставалась не измененные в ключевых аспектах со временем накопилось большое количество вещей которые можно улучшить из или изменить в обновлении 016 мы проводим масштабное обновление экономического аспекта игры разделение внешнего вида экономических бонусов при работе над обновлением мы ставили перед собой несколько из задач возможно возможности раздельно выбирать экономические бонусы камуфляжа управление экономическими бонусами должно стать проще переход старости мы в новую должен максимальным должен быть максимально комфортным текущий состояние экономики игры должно сохраниться что у нас получается все ваши флажки экономические в основном которые у вас были накоплены за все это время меняется на бонусы по отдельности то есть есть бонусы на увеличение кредитов я так понимаю свободного опыта это кредиты и прочее то есть они будут разделяться на классы то есть есть более слабые то есть 50 процентов кредитов потом больше 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 в зависимости от того какие флажки у вас сейчас есть наличие они обменяются курс обмена мы вы могли посмотреть до этого разработчики выкладывали новости вы могли посчитать какое количество экономических бонусов вы получите это конечно все на тестере в живую вот то есть то есть здесь показывает есть бонус плюс 20 есть плюс 40 и определенное количество также теперь из контейнеров будут падать не флажки получается экономические а сразу вот эти вот бусты экономические в зависимости от того что вы выбираете далее мы лучше улучшили интерфейс управление бонусами от отображения запасов и много другой основной принцип который мы и руководстве суммарно вы не теряете в доходности некоторых момент даже получается больше изменение и появление новой существа ли буду собой изменение всех наград в игре то есть боевые задачи компании операции коллекции то есть как я и говорил теперь бусты будет падать другие вместе с мини-интерфейс экономики мы также нам мили иконки ресурсов сигналов и камуфляжей в интерфейсе то бишь вот так вот теперь они за ми лись так идем дальше изменение интерфейса 016 сделал ряд улучшений миникарты и тактического планшет появилась возможность использовать быстрые команды кликая по иконкам в тематическом планшете и миникарты вывну окно настроек миникарты добавлен возможность отключать круги орудий главного калибра и торпед но это у нас все в интерфейсе то есть зажимаем клавишу control и нажимая настройки выбираем те параметры миникарты которые нам с вами необходим далее ваша порту также получила ряд изменений что у нас тут возможность просматривать все имеющие контейнеры сгруппированы по типам и открывать контейнер выбран там наконец-то дождались потому что копить контейнеры и раньше то есть до этого обновления было неудобно потому что вы получаете плохой 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 контейнер ну так назовем относительно там на ресурсы и вам падает хороший контейнер но вы его сейчас открывать не хотите но хотели бы открыть контейнер с ресурсами сейчас такая возможность есть мы заходим смотрим каких контейнеров какое количество накопилось и открываем либо открываем все это довольно таки удобно за это огромное спасибо и плюс этого не хватало далее мы обновили интерфейс режима наблюдателя который отображается после потопления вашего корабля изменился блок горячий клавиш а также появилась новая подсказка по управлению камерой в окне но это у нас некие честно говоря малозаметные нюансы будем ли мы обращать на них в бою честно говоря я сомневаюсь все мы это знаем искусственный телек ботов я даже рассматривать не буду это абсолютно не интересно не нужно непонятно зачем вообще вот это вот существует то есть с ботами и максимум что мы делаем это какой-нибудь оперативный бой разбиваем снежинки и либо еще что-то прочее обновление модели сми сша то есть у нас обновили эсминцы до до 6 уровня включительно премиум корабль sims седьмого уровня модельки кораблей обновлены здесь честно говоря не знаю мне sims до этого нравилось как бы внешний вид его хороший но чувствуется что поработали благоприятно ветка у нас довольно таки старая одна из первых и давно ей этого не хватало ранговые бои начало нас 13 июля окончание 5 октября в этом сезонах во всех лигах будет проходить формате 6 на 6 на кораблях 10 уровень то есть все у нас все лиги бронзовая серебряная золотая будет проходить на кораблях 10 уровня честно говоря лучше бы сделали разнообразием 8 9 10 было бы намного лучше играть все три лиги на 1 десятка вновь тоже может немного поднадо есть но есть и есть ранговые бои это все-таки какое-то разнообразие можно отдохнуть от рандом также облицы начала 18 окончания 25 формат 2 на 2 корабли 10 уровня второй этап также а второй этап уже будет 2 на 2 на кораблях 7 вот это интересно команде может быть не более 1 линкор из 2 линкора не попадутся то есть будет какая-то смена также здесь не забывать нажимать принять части акции получить бонусы далее военно-морская база так но здесь у нас добавлено получается новое сооружение секретный пункт базин который предоставит экономические бонусы супер кораблям но это я думаю что да было необходимо ценники можете наблюдать здесь она надо в кланах оценят звезда отряда но это все знаете то что в отрядах играем и получаем звезды далее адмиралтейство в адмиралтейство у нас добавляется британский линкор 7 уровня коллингут это что-то говоря это отсылка у нас к нельсона но этот корабль в корне отличается заранее скажу он также как и нельсона не имеет никакого бронирования его отличие это калибр по-моему 418 миллиметров 3 башни головных ли по два орудия довольно таки косоватый но для седьмого уровня с таким калибром не очевидно что есть косоватость у него нету ремонтного дивизиона у него обычная ремонтная команда и есть расходник на ускоренную перинарядку главного калибра принципе из особенностей у него больше нет никаких при наличии нельсона приобретать я бы не советовал только если вы не коллекционируйте и в принципе вам не важно вы фанатами коров британских и им хотите играть на нем где-то 50 если вы пойдете на к нему на этом корабле будет даже семерка восьмерка девяткам поверите настрадаетесь только в путь но возможно кому-то зайдет не будем заходить наберет добавим камуфляж на incomparable не понимая зачем такой яркий камуфляж посреди карт представляете вот такая вот дурында ну промахнуться прям надо постараться так что у нас есть еще интересного так обновился блок с описанием особенностей кораблей то есть если мы заходим в адмиралтейство у нас здесь подсказки идут на особенность корабля его плюсы-минусы нюанс это очень хорошо лучше бы честно говоря разработчики добавили сюда возможность предварительно сыграть на корабле то есть не понимаете допустим вот я рядовой игрок среднестатистический я не могу играть часто корабли но я заинтересован в получении кораблей в адмиралтейство ресурсы что я делаю я трачу допустим корабль за уголь за сталь я трачу около двух-трех месяцев кто-то может даже больше потому что он не может играть часто в корабли но у него есть желание вы накапливаете у вас есть там экономический купон на скидку 25 процентов вы покупаете кораблик выходите на нем в бой а он вам ну на такой степени не интересен то есть вы ожидаете от него одного а по факту вы получаете другого мне самого был такой момент опыт это связано с линкором слова когда мне абсолютно не понравился и менять его мне на что-то другое просто отказались на игр на нем было ну бой 3 наверное 4 то есть мне был предпочтить не ага поэтому честно говоря есть разработчики посмотрит данное видео я бы все-таки порекомендовал дайте возможность 2 не знаю там хотя бы 11 тренировочный бой выйти сыграть на корабле просто дайте такую возможность мы покупаем каждый раз кота в мешке ссылка ссылаться на то что посмотрите обзор кто-то там поиграл нет это неправильно в корне неверно у меня свое мнение и мнение с каким-то стримером она вам может очень сильно разница он говорит корабль хороший я такой да шикарный корабль дай-ка я его куплю а он не понравился но абсолютно не подходит ну вот не подходит и все но не хочу и на нем играть а чтобы накопить на следующий корабль и вы представляете сколько над времени я уже говорил про молчу практики исследования там времени надо чтобы детки сбросить шесть раз ого вы покупаете кота в мешке поэтому это конечно хорошо но по факту результативность и полного понимания за корабля не дает далее у нас идет добавление изменения контента в игру добавлен постоянно камуфляж для новых британских линкоров я так понимаю это у нас вот это вот какой-то тематический здесь что-то такое странное не понимаем лучше бы ну ладно добавили добавили далее британские командиры добавили флаги достижение стандарт 3 новый еженетный контейнер больше камуфляже так 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 в премиум корабль 9 уровень добавлен новые корабли за 44 азума долян джуза поверди талса кирс очка родного гранина померания агир и марка пола теперь из них существует существует миллионная вероятность того что вы получите корабль далее для тестирования разработчиками добавлены корабли долларма блин как правильно вот по-немецки кто-нибудь может не сказать анхальт потом и 56 япония это японская подлодка или ай-56 наверно и альваро де базан это у нас испанские измени с десятого уровня точная копия по модели корабля атилла регала далее балансные изменения канзас миннесота верм убрана возможности стоит на корабле модернизации аналитическая установка модификация 1 это не это нерв не наслышан то нам связано с неким багом и разработчики убрали эту модификацию дабы всего этого просто избежать по факту это нет потому что данные линкоры последнее время после получения возможности быстрого разгона разгонялись дополнительно вот этим модулем также как и на крейсере домой с уникальной модернизации дополнительно ставили вот эту модернизации и корабль игрался кардинально лучше здесь это отбирает как нам говорят это низкая эффективность с изменениями конск рекордов 0 но это неправда это откровенно неправда никак не мог этот перк являться с малоэффективностью я в это не верю далее сведу того что у нас обновили модели кораблей у нас немножко поменялись характеристики это сектор наведения сектор наведения то есть смотрите здесь увеличился увеличился количество бомбометов уменьшено количество боеспособных настройки вели вот это вот уже не очень хорошо а количество босов на сумму меньше но принципе шила на мыло у нас увеличились выделись углы стрельбы и наводки торпедных аппаратов двойка тройка но ребята но это прям не интересно пятерка пара год ну пара год получается увеличили уровень повод увеличил урон с разрыв корпус а корпус б количество боеспособности но небольшие балансные изменения ввиду обновления модель так что у нас по прочим изменениям и улучшения исправлены ошибки за застреливание кораблей объектами освещенными расположение деревьев больших карт и портов небольшие доработки модели текстур можете видеть список кораблей далее у нас так исправлена ошибка из-за которой анимация снаряда пролетала сквозь остров то время как снаряд на самом деле взрывался есть такое было ошибка из-за которой тактический плачат не открывался я такого не замечал исправлена ошибка из-за которой боты но это не интересно так переспределено количество очков боеспособности в каземате и носу и вами при по причине доработки модели корабля исправление не окажет существенного влияния на баланс и корабля и его ттх вот это интересный момент немножко заувалированно написано кого куда распределили непонятно то ли из казематов больше урона теперь будет доставать то ли и то ли с носа так у нас получает исправленные ошибки в озвучке это не интересно урон глубинных бонг через рассчитывается в урон по разведданным ну это плюс к экономике исправленная ошибка из-за которой увеличенный заряд взрывчатого вещества торпед не оказывал влияние на альтернативные торпеды так для топ матча бонда добавлен информации об непробитии вероятность поджога вот это плюс мы теперь будем знать так исправлена модель флетчер при использовании постоянного флешного тоже как-то нам не интересно и принципе то у нас тут все забирайте подарок вот таким получается обновлением я думаю что когда выйдет запишу отдельное видео по факту мы сможем это все посмотреть разобрать вы также можете перейти на портал и посмотреть видео более подробно от разработчиков всем спасибо за просмотр подписан на канал ставьте лайк пишите комментарии увидимся в следующих обзорах всем пока а